Добрый день, друзья и недруги. Послушайте обращение Аптела Удинова. Он возглавляет спецотряд Ахмад. 10 лет назад, в 12-м году, он стал самым молодым генералом в системе МВД России. Он, кстати, потомственный военный, у него отец был заставленный, насколько я помню. Так вот, он обращается не к нам с вами, он обращается к Украине. Он обращается к украинскому народу. И удивительно, что, будучи профессиональным военным, ну, правда, он юрист, по образу, это люди, которые умеют говорить, но, тем не менее, не будучи оратором, он находит очень верные и точные слова. Мне кажется, что такого рода обращения их надо не в соцсетях распространять, а на больших экранах. В том числе и на Украине тоже. Мы знаем, что мы воюем за Бога, мы знаем, что мы воюем за свои народы, мы знаем, что мы воюем за свой народ, за народ России. Мы знаем, что мы воюем за Бога именно в том плане, что мы воюем за религию. И мы знаем, что мы победим Это вопрос однозначный Поэтому всем, кто еще не проснулся Я могу предложить, чтобы вы все проснулись Просыпайтесь, просыпайтесь Вы можете смотреть, как сюда отправляют тысячи ваших мужчин И как эти тысячи мужчин погибают и остаются на полях сражений Их не трупы даже никто не забирает К великому сожалению, это так Поэтому вам всем мира, добра, кто стоит именно на стороне Бога И долгих лет жизни Мы выиграем однозначно, сомнений нет Врага может быть, как хотят, пусть присылают Такое количество, насколько это возможно больше Тем интереснее воевать Чем больше противника, тем интереснее воевать Поэтому, Ахмад Сила, Аллаху Акбар Россия мощь, Донбасс непобедим Добрый вечер Я знаю, что вы человек, который чтит традиции А у журналистов есть традиции в декабре спрашивать про итоги года Что в 2018 году у Рамзана Кадырова было радостным Что его огорчило? Я скажу, что больше было радостных дней, чем огорчение У нас по всем направлениям очень хорошие показатели И год мы закрываем, так можно сказать, удачно Несмотря на то, что вокруг нашего государства и региона Складываются определенные сложности Мы в этом году, так скажем, дополнили республику еще одним городом Город Курчалой И очень много сделали в городе Грозном Как вы знаете, в этом году исполнилось 200 лет Поэтому и подводил 5 октября в 200 лет Праздновали вместе с вашим днем рождения Да, мы полностью заново восстановили около 500 дворов Все центральные, так скажем, дороги асфальтировали Строили детские площадки И на Юртовском районе, и в Вильянском районе И в Ачхаймартановском Любой район взять, есть хорошие показатели И год мы, я еще раз говорю, закрываем Выполняя все свои обязательства перед народом Поэтому я считаю, что исходя из той ситуации В которой мы находимся в республике У наших врагов не получилось, так скажем Заставить нашего государства на колени А кто наши враги? Запад, Европа, они же давят нас санкциями И что им нужно для того, чтобы народ восстал против государства Сказал, что почему, что, где, когда Нет, мы наоборот, регионы не только выживают И даже показывают хорошие показатели Поэтому я считаю, что этот год для нас был удачным Чем, нежели неудачным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова